Всем привет, мои дорогие, любимые зрители! Сегодня на повестке дня ароматы для свиданий. Это будут ароматы из люкса и из нишевого сегмента. Также будет немножечко ароматов и для мужчин, и для женщин. Но я не буду вас ставить какие-то, знаете, такие узкие рамки, называть по одному аромату. Я буду называть парфюмерный дом и наговорить тот аромат, в котором я бы, например, пошла на свидание из этого конкретного парфюмерного дома. Итак, поехали. Первый парфюмерный дом Джомалон. Вы можете взять любой понравившийся вам парфюм у парфюмерного дома Джомалон. У этого парфюмерного дома очень много таких ненавязчивых, приятных ароматов, которые подходят и мужчинам, женщинам. Конкретно в моем варианте – это Джомалон Wood Sage and Sears Salt. Раскрываем. И вот так он здесь лежит. Не хочет выходить из домика. Как-то под одним видео мне зрительница написала, что она с Centric 01, по-моему, перешла на именно этот аромат. Джомалон Wood Sage and Sears Salt и никак с него не слезает, что это просто какой-то невероятный аромат. Я заказала пробник этого аромата, и на самом деле это так. Этот аромат действительно подойдет для свиданий и для мужчины, и для женщины. И этот аромат 2014 года. Группа ароматов фужерные, водные, верхние ноты, грейпфрут, шалфей, сердце, амбретто, морские водоросли, соль в базе амбра. Маркетинговая история этого аромата такая. Морской воздух смешивается с запахом коряк, гальки, солью, песком, образуя свежий и сложный аромат природы. Этот аромат призван дарить ощущение свободы, единения с природой и удовольствия. Аромат вдохновлен уникальной атмосферой и воздухом английского пляжа. Рекламная фотосессия этого аромата очень такая интересная была. Эта фотосессия была отснята в Нортунберленде, если я правильно это произнесла. По фотографиям похоже что-то на финский залив. Вообще рекламные всякие разные видеоролики про парфюмерию и красивые фотографии. Это отдельный вид искусства, они всегда завораживают. Очень интересно мне лично всегда разглядывать рекламные фотографии и рекламные ролики, именно когда рекламируют парфюмерию. Это фужерный цитрусовый морской свежий аромат, но в нем есть теплота. Вот это такая древесина, знаете, такая морская коряга, которая несколько лет, может быть, валялась где-то там на пляже. Она впитала в себя соль моря, морские водоросли, знаете, такие сладкие морские водоросли к ней иногда прибивались, и она тоже это впитывала. И все это вместе с таким теплым пряным ароматом древесины смешалось, и появился этот аромат. Для Джималон, для парфюмерного дома Джималон, это уже достаточно такая, знаете, глубокая многогранная композиция. Это не обычный там лайм, базил, мандарин, не монотонный аромат, это очень такой красивый, многогранный, великолепный аромат. И при этом он такой, знаете, ненавязчивый, но в то же время такой стильный, я бы сказала. И для мужчины, и для женщины этот аромат абсолютно подойдет, и для свидания тоже подойдет, потому что он не будет мешать двум влюбленным друг с другом общаться, не будет их перекрикивать. Джималон, Wood Sage and Sea Salt. То есть, поняли, первый аромат для свиданий может быть какой-либо из парфюмерного дома Джималон. Второй аромат для свиданий может быть какой-нибудь из парфюмерного дома Шанель. Так как я недавно ограбила, можно сказать, магазин Шанель, вот здесь смотрите видео про мои покупки в Шанель на клиентские дни в двух разных магазинах. Ограбила, можно сказать, эти магазины. И поэтому на свидание я бы лично взяла из Шанель. Первое. Шанель Chance of Fresh. Туалетная вода. 2007 год. Группа ароматов цветочные. Верхние ноты ветивер, лимон, в сердце абсолюжа, смена, гиацинт, розовый перец, базовые ноты амбра, белый мускус, ирис, пачули, тиковое дерево. Это очень радостный аромат. Это уже более такой радостный аромат, более цитрусовый, цветочный, свежий, но в то же время с ноткой сладости. Сладость здесь цветочная, а не ванильная. Поэтому он такой свежий, бодрый. Вы будете на свидании, как девушка весна, олицетворение свежести и молодости. Но это не простой какой-то цитрусовый фужер. Это такой тоже многогранный аромат. Мне нравится, что здесь есть розовый перец. В нотах я люблю, как перец оттеняет любой аромат. Тоже добавляет ему такой перчинки, так скажем, изюминки. И поэтому он мне так понравился, этот аромат, Chanel Chance of Fresh, что я прикупила аж целых 150 мл. Поэтому, естественно, сейчас я вообще использую его, в принципе, на повседнев. И на свидание я бы тоже его абсолютно спокойно и с радостью на себя нанесла. Chanel Chance of Fresh. Также, мои дорогие, хочу поделиться с вами своим отзывом, опытом, так скажем, использования парфюмерной эмульсии, которую я купила Chanel Gabrielle. Это просто что-то невероятное. Это космос, мои дорогие. Потому что, когда вы наносите эту эмульсию себе на кожу, на тело, на ноги, на руки, это просто какое-то благоухание невероятное. И это даже лучше, чем парфюмерия. И если вы хотите благоухать долго и как-то готовитесь к свиданию, да, то всегда используйте и какие-то парфюмерные средства в одной и той же линейке, того парфюма, тех духов, которые вы собираетесь наносить. Лично у меня есть эмульсия Chanel Gabrielle и еще появился парфюм Gabrielle Essence. Вы все-таки в комментариях меня уговорили. Я заказала в такой подарочной упаковке аромат Chanel Gabrielle Essence. Вот она так здесь лежит. Естественно, этот аромат у нас про туберозу, про медовость и ланг-эланг. Это новинка. Фланкер Gabrielle Chanel 2019 года выпуска. Группа ароматов цветочные на старте. Красные ягоды, цитрус. В сердце жасмин, тубероза, и ланг-эланг, флёрд оранж, в базе мускус, сандаловое дерево. Ну и еще что-то, если вы хотите взять от Chanel, можно нанести вот такой мист для волос Chanel Chance O'Viv. Живая вода. Он очень красив. Именно в своем шлейфе от волос этому аромату нужен воздух, открытое пространство. Тогда он вас не задушит. То есть это такой аромат действительно, чтобы волосы на ветру развивались и благоухали. Также здесь цитрусы, мускусы, жасмин. Все, что обычно присутствует в ароматах Chanel. Не буду долго на нем заоставить внимание. Напишите мне, что вы любите из парфюмерного дома Chanel и Jo Malone. А мы едем дальше. Естественно, на свидание можно нанести на себя Escentric Moleculus, Escentric 01. И мужчине, и женщине этот аромат подходит. Ирис, лимон, розовый, перец, айсоя, супер. Самый мой любимый аромат. Но в сегодняшней подборке у меня появился конкурент этого аромата. Моя новинка. Расскажу попозже. Тот аромат, которым я поливаюсь в последнее время. Этот аромат всегда был и будет моим любимчиком. Всегда меня веселит, бодрит. Мужчинам, женщинам подходит. На свидание только в путь подойдет. И также, если вам именно этот аромат не нравится, можете брать любой из парфюмерного дома Escentric Moleculus. Escentric 02. Вареная морковка сладкая. Многим нравится. И Molecule 01. Такой более тихий, приглушенный аромат для свиданий, для интимных встреч. Так скажем, подойдет. Не будет на себя отвлекать внимание, но при этом придаст такой изюминке своему владельцу. Любую парфюмерию из бренда Escentric Moleculus также можно спокойно, абсолютно надеть на свидание и мужчине, и женщине. Что еще можно надеть на свидание? Конечно, что-то из парфюмерного дома Parfums de Marley. Лошадки скаковые, коники. И одна из таких скаковых лошадей, Мелиора, сегодня в моей подборке. Аромат Marley Meliora принадлежит группе «Цветочный зеленый» 2013 года выпуска. Верхние ноты черная смородина, красная ягода и лист черной смородины, средние ноты роза и ланг-эланг, ландыш, в базе ваниль и мускус. Знаете, чей клон этот аромат? Пишите свои догадки в комментариях, пока я его распылю немножечко. Его нужно совсем чуть-чуть. Вот с ним главное не переборщить перед свиданием. Этот аромат... Ой... Клон Киллиан «Игры с дьяволом» «Playing with the devil». Только Киллиан более концентрированная версия, а эта более разбавленная версия. Те же самые неоднозначные ноты листа черной смородины, которые отдают кошками. Но что-то в этом, знаете, есть. Какая-то такая притягательная сладость. И вот когда он испаряется с кожи, остается очень красивый от него шлейф. Такое послевкусие. Свежести, молодости, бодрости и задорности. Фруктовый, мягкий, пряный, свежий фужерный аромат. Многие любят Делина, да, из Parfums de Marley аромат. Но я Делину не люблю, потому что это, знаете, такой тяжелый аромат, Parfums de Marley Делина. Там роза мной нелюбимая, и все такое сладкое, и все такое тяжелое, тяжеловесное. Вот этот аромат намного легче, свежее, веселее, бодрее. Но опять же повторюсь, что это клон «Игры с дьяволом Киллиан». При этом можно сказать, что это такой некий бюджетный клон, потому что в три раза ниже цена на сайтах интернет-магазинов, на миллиор, если брать по миллилитражу, чем Киллиан. Поэтому такой, знаете, тоже вариант на свидание, но наносить абсолютно-абсолютно полпшика куда-то на заднюю часть шеи, и вперед покорять мужские сердца на свиданиях. Дальше, конечно, берем что-нибудь из Tom Ford. Конкретно я бы взяла на свидание Tom Ford Fleur de Portofino версия «Туалетная вода». Этот аромат для мужчин и для женщин принадлежит группе «Цветочные и фруктовые», выпущен в 2019 году, но именно версия «Туалетная вода», потому что парфюмерная вода вышла намного раньше. Верхние ноты «Танжерин», «Мандарин», «Бергамот», «Горький апельсин», «Лимон», «Лист фиалки», в средних нотах «Акация», «Цветок апельсина», «Жасмин», «Магнолия», «Роза». Базовая нота «Мед». Вот эти цветы с медом здесь просто что-то невероятное образуют. Такой красивый медово-цветочный коктейль. Естественно, самые основные аккорды этого аромата это белые цветы, медовость, сладость, немножечко цитрусового аккорда. И это тоже такой, знаете, аромат свежести, легкости, бодрости, молодости. Вы будете как девушка весна. Ну, кстати, и на мужчине я тоже этот аромат абсолютно спокойно вижу. Вы будете такой весенний молодой человек. На самом деле, да, вот сейчас я задумалась об этом. Я вижу абсолютно спокойно этот аромат на мужчине тоже. Он такой легкий, то есть здесь нет такой сладости какой-то прям приторной. Именно такая свежесть и благородная цветочная медовость. Мужчина почему-то очень любит в том форде Оде Сале Бланк такого плана аромат, но этот аромат намного лучше. Он свежее, он не такой душный, он тоже немножечко сладкий, немножечко свежий. И этот аромат также мне поднимает личное настроение. И такое создает легкое, свежее, медовое облако вокруг своего обладателя. Поэтому такой аромат тоже одела бы спокойно на свидание. То Форт Флёр де Портофинна Аква. Аква, потому что версия туалетная вода. Так, давайте что-нибудь возьмем из люкса такого, не тяжелого люкса. Поэтому я бы на свидание абсолютно спокойно нанесла бы на себя Гуччи Гилти Блэк. Моя самая любимая туалетная вода в парфюмерном доме Гуччи. И это очень такой же, знаете, бодренький аромат. 2013 год. На старте красные ягоды, розовый перец, сердце, малина, сирень, фиалка, перст и красная смородина в базе пачули Амбра Карамель. Моя любимая цветочно-фруктовая группа. Это фруктовый, сладкий, мягкий, пряный, пачулевый аромат. И это такая, какая-то, знаете, очень удачная композиция из таких, казалось бы, химических шатких нот. Типа сирени, фиалки, персика и красной смородины. Но это все как-то в таком коктейле здесь замиксовалось красиво. Оттенено розовым перцем, оттенено карамелью и пачули. И уже этот аромат, по-моему, снят с производства. Уже вы мне пишите в комментариях, что его почему-то в магазинах не найти. Поэтому, если видите его в каком-то магазине, сразу же хватайте, потому что в будущем не предвидится. Больше его выпускать не будут. Почему его сняли с производства, я не понимаю. Потому что аромат просто супер. Я считаю, в линейке, особенно Гилти у Гуччи, это самый лучший вариант этого аромата. Гуччи Гилти Блэк. Это аромат для женщин. Уже такой более вечерний вариант. Вот все, что было до этого, это можно нанести на себя на свидание светлое время суток. А это и по названию, и по самому цвету флакона мы понимаем, что этот аромат не на светлое время суток, это аромат на вечерний выход. Гуччи Гилти Блэк. Также давайте из люкса что-нибудь сразу же возьмем на свидание. Дольче Габбана. Например, у меня это Дольче Габбана Дольче Шайн. Новинка 2020 года. На старте интересные такие ноты. Манго, айва и грейпфрут. Сердце тубероза, жасмин, солнечные ноты, морская соль, озон, флёрдоранж, белый мускус, светлое дерево, австралийский сандал в базе. Это такой бело-цветочный, фруктовый, сладкий аромат. Еще у него есть тропический аккорд. И да, это такое, знаете, свежесть какого-то тропического ливня, можно сказать. Потому что в тропиках, когда жара, идет освежающий дождь, ливень, и цветы, которые в тропиках растут, начинают как-то по-особенному благоухать во время дождя. И этот аромат создает у меня именно какие-то такие ассоциации. Очень такой влажный аромат, цветочный, но здесь все очень на минимуме своем. То есть это люксовый аромат. Поэтому здесь все так намешано, очень дозировано, сбалансировано специально, чтобы понравиться многим-многим людям. И он на самом деле многим понравится, я думаю. И на свидание также абсолютно спокойно можно его нанести. Он не раздражает, он добавляет такой свежести и сладости своей обладательнице. Естественно, это очень женственный аромат, поэтому это аромат для женщин. Из Дольче Габбана я бы выбрал этот аромат, но вы можете выбирать любой. Лайт Блю очень многие любят, и мужской Лайт Блю, и женский Лайт Блю. Тоже такие, в принципе, такие себе неплохие варианты ароматов для свиданий. Дольче Габбана, Дольче Шайн лично у меня. Также на свидание я бы выбрала что-нибудь из ксирджов. Лично моя любимая линейка это ксирджовка Самаратти, и мой любимый аромат из этой линейки ксирджовка Самаратти, Дольче Амальфи. 2017 год, на старте также Айва. Вот я уже заметила, не первый аромат, который мне очень нравится, именно вот этой своей нотой Айвы. На старте Айва, кардамон, яблоко, шафран, сердце, гвоздика, туланский байзам, ладан, в базе ваниль, бобытонка, амбра, кедр, мускус. Это теплый, пряный, амбровый, сладкий аромат. При этом он как-то раскрывается такой ванильной пудровостью немножечко. При этом здесь и фрукты слышны, и сладость слышна, и пряности какие-то, и все это в таком красивом-красивом замесе. Поэтому я просто в восторге от этого аромата. Именно ксирджовка Самаратти, Дольче Амальфи. И просто такая, знаете, была бы сладкая, протягательная женщина на свидании в этом аромате, которую хочется съесть. Здесь сердце гвоздика, но она чувствуется, да, вот этой своей бронебойностью, но она быстро улетает. Она является таким, каким-то неким каркасом. На каркасе из гвоздики держатся все фрукты, пряности и сладость ванили. Поэтому вот такой аромат я бы надела на свидание. Напишите мне в комментариях, чтобы вы выбрали из парфюмерного дома ксирджов для свидания. Конечно же, на свидание нужно выбрать что-то из Байреда. Я бы выбрала из Байреда, Байреда Балдефрик. 2009 год, бестселлер в марке Байреда, восточная древесная группа ароматов, на старте лимон и бархатцы, черная смородина, бергамот, африканский апресиновый цвет, в сердце фиалка, цикламент жасмин, базивитивер, амбра, мускус и вирджинский кедр. Кстати, парфюмер этого аромата Жером Эпинет. И когда я буду вам рассказывать про следующий аромат, я упомяну этого же парфюмера, потому что этот парфюмер, оказывается, создал просто невероятное количество ароматов бестселлеров. И Байреда, это такой тоже аромат бестселлер от этого парфюмера. И очень многие известные ароматы также Жером Эпинет из этого парфюмерного дома делал. Всего 7 ароматов Байреда у этого парфюмера в этом парфюмерном доме. Но сам этот аромат, это просто какое-то такое, знаете, умиротворение, спокойствие. То есть, знаете, на свидании, если вы оденете, так же аромат для мужчины и для женщины подойдет. И вы будете, такое у вас будет умиротворенное, спокойное свидание. Возможно, даже по-домашнему, если у вас свидание с вашим мужем или женой. Также абсолютно свободно можно его носить на двоих с вашей второй половинкой этот аромат. Очень такая, знаете, композиция, благородная в духе, кстати, первого моего аромата в сегодняшнем подборке в духе Джамалон Wood Sage and Sear Salt. Такое же, знаете, настроение, умиротворение и спокойствие и, знаете, уверенности в каком-то будущем своем. Аромат для расслабления, также для отдыха, для релаксации. Поэтому просто моя недавняя покупка и много каких-то неоднозначных отзывов на этот аромат, что непонятно, вообще нравится он людям, не нравится. Вот напишите, нравится он вам или нет. Но меня он вводит в такое некое состояние спокойствия, поэтому я этот аромат очень люблю. И не зря он марки Байредо бестселлер. А теперь давайте про парфюмера этого аромата, про Жерома Эпинет. Наибольшее количество ароматов Жером Эпинет создал для американского парфюмерного дома Ателье Калонь. Порядка 13 ароматов он создал для Ателье Калонь. Также для шведского модного дома марки одежды End Other Stories моей обожаемой марки одежды он создал целых 16 ароматов. Для Байредо он создал 7 ароматов, для Дольче Габбана он создал два аромата из приватной линейки Lemon and Orange. Вот эти два аромата, кстати, то ли лемон, то ли оранж я тестировала как-то в Сен-Библиотеке Литуаль. И он мне очень сильно напомнил, я правда не помню, что я тестировала, то ли лимон, то ли апельсин, он прям один в один мне напомнил Сицилию Монсера. Также 16 ароматов он создал для Вильгельм Парфюмер и для магазина Zara и также для Zara Home создавал ароматы для дома и также два аромата он создал для парфюмерного дома Лоран Мацони. Вы понимаете, наверное, мои знатоки парфюмерии, о каком аромате я буду сейчас говорить. Аромат для соблазнения, аромат для свидания. Лоран Мацони Сеншел Орхит. И тот же самый парфюмер Жером Эпинет, который создавал такие ароматы бестселлеров Байреда и кучу ароматов для ателье Колонь создал Чувственную Орхидею для фирмы Лоран Мацони. Девочки, когда я получила от Левант я подумала, что теперь это будет мой любимый аромат постсиэссентрик молекулас. У меня, кстати, новая версия, это новая версия флакона 2017 года. Она мне нравится намного больше, чем предыдущий. Предыдущий какой-то непонятный бочонок, а вот этот такой стильный пенал, так скажем, лежит также в таком стильном бархатном чехле. Это аромат для женщин, создан в 2012 году. На старте миндаль, мандарин, нероли, в средних нотах орхидея, гелиотроп иланг-эланг пион жасмин, базе ваниль, бензоин, оскус лабданум, древесные ноты кедр. Основные аккорды этого аромата ванильный, цветочный, пудровый, сладкий, миндальный. Но ни одно это слово не передаст вам звучание этого аромата. Я сначала подумала, что это, знаете, пахнет какой-то порошок с такой вкусной-вкусной отдушкой, то ли это порошок стиральный, то ли это бальзам-кондиционер для белья. Вот есть такие вкусные отдушки. Но это здесь так представлена такая сливочность и пломбирность. Пишут, что этот аромат похож на Монсера Ут Орхид. Сразу говорю, не похож. Ут Орхид вылезает Ут, и там нет такой сливочности и пломбирности, как в этом аромате. Если, например, Ут Орхид Монсера смешает с вельвет ванилла Монсера, которая несет жалкое подобие вот этого аромата. Поэтому я, когда его услышала, я думаю, на что же он похож, на что же он похож. Он на что-то похож. Возможно, даже из Монталь, возможно, даже из Монсера. Возможно, он, знаете, похож на что? Он в одном таком настроении с Монсера Индиан Дрим. Только в Монсера Индиан Дрим больше такой цветочности, а здесь больше сладости, какой-то такой пломбирности и сливочности. Но эти ароматы похожи по своему настроению и по своей насыщенности и по плотности. Но этот аромат я считаю более универсальным, чем Монсера Индиан Дрим, потому что тому аромату нужно свое особенное время, особенное настроение. А здесь я считаю, любое время года ему подойдет, любое настроение, и это конкурент. Теперь этот аромат за мое сердце после Эсцентрик Молекулас Эсцентрик 0.1. Представляете, насколько сильно мне понравился этот аромат. Как никогда придумали название в точку для этого аромата чувственная орхидея, причем это версия Экстракт Де Парфам, то есть это самая концентрированная версия, то есть Экстракт Де Парфам это даже более концентрированная версия, чем Духи. И здесь 100 мл, вы представляете, 100 мл такого изящества, соблазнения. Вот этот аромат однозначно на вечер, на вечерний выход, опять же черный флакон нам об этом сигнализирует, потому что он очень на самом деле чувственный, но по-другому и не скажешь. И я просто в восторге от этого аромата, я уже с этим отливантом чуть ли не спала в обнимку, потому что он на самом деле вызывает такие интересные эмоции, и он на самом деле этот аромат мне так понравился из отливанта, что я не могла просто пережить ни одного более дня без этого флакона. Поэтому я его сразу же заказала. Sensual Orchid Extract de Parfum Ran Mazzoni. Пишите мне свои ароматы для свиданий из этих парфюмерных домов, которые я вам сегодня назвала, либо из каких-то других парфюмерных домов, и также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, если подписаны, проверьте, так ли это, потому что YouTube отписывает от меня людей, и пишите мне свои комментарии, ставьте лайки, мне очень будет приятно. В комментариях с вами, как всегда, увидимся, и как всегда, увидимся в следующих видео. С вами была Света, удачных вам свиданий, я вас целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok